Добрый день, друзья и другие. Я честно признаюсь, я не видел ни одного сезона сериала «Сваты». Более того, я не видел ни одну серию. Я видел только небольшие фрагменты, и то, потому что ими иллюстрировались мои беседы с актерами, которые в этом сериале играли. Я, кстати, не имею никакого отношения к «Квартал 95» или к Владимиру Зеленскому. Я в ту пору не знал, что он имеет отношение к этому проекту, хотя, конечно, про него знал. Он пытался устроиться на российской телевидении и все время мелькал в кулуарах. И лет пять назад это был, да, такой проект был, семейный альбом. Как бы я приезжал в гости к звезде, наша команда замечательно совершенно подбирала уникальные фотографии такой альбом, и мы листали этот альбом вместе с героями передачи. Как правило, это актер, актриса и члены его семьи. И я должен сказать, что актеры, которые играли, я не знаю, играют ли по-прежнему в свадах, это чудесные совершенно собеседники. То есть это такая находка для интервьюера, подарок. И Федор Добронравов, и Татьяна Кравченко с удовольствием вспоминаю эти разговоры. С вами поделюсь. Как меня угораздило второй раз на те жениться. А Будько у вас с кого-то конкретно у нас списан, нет? Есть прототип? Ну да, человек сто. Есть. В Таганроге есть, да, есть, есть. Есть такой, в Таганроге живет мой, ну, как бы он сказать, молочный мой брат. Просто его мама выкармливала нас двоих. Тетя Маруся, когда мама была на работе, я жил и рос у них. Валя Никитин такой есть на улице Ломоносовой. Дай бог ему здоровья. И всем-всем-всем Никитин. Я думаю, сейчас надо привет передать ему. Поэтому вот Валек был один из основателей этого вот образа Будько. А так вообще, понимаете, пол Таганрога так живет. Вальничка. Шо тебе, шо? Там у тебя водичка была, дай, пожалуйста, пить очень хочется. За дым. Угу. Лучше бы ты не после того, а вместо того пил. На. Ой. Я думаю, что для большей половины зрителей, если не для всех, вашей женой является ваш партнерш по сватам. Ну, так сказать, представление. То есть как бы у тебя... Многие думают, что она действительно моя жена. Ну, я в том-то и говорю, у Ирины никогда не возникало по этому поводу досады. Да, ну, я слава богу. Просто ревности. Потому что ты обещаешь, что 90 лет вы будете лояльны. Но досады не возникало никогда? Нет, нет, нет. Все, у меня жена очень мудрая, умная женщина. Поэтому, естественно, конечно, все. Кадры я помню эти, да, замечательные. Санька замечательная. Вот сейчас никто не поверит, да, что изначально ведь просто двухсерийный проект планировался. Да, да, ну, это просто люди попросили. Вот я неожиданно, да? Письма просто пошли. Поэтому Андрей нас собрал на следующий год после этого и сказал, ребятки, да вот, очень много писем, давайте еще две серии снимем. Да снимали бы, еще и снимали, если бы не всем понятные события. Ну, с Украиной. Да, ну, не будем, мне кажется, о политике говорить. Такая у нас приятная беседа. И все спрашивают до сих пор, а будет ли, а будет ли. Я думаю, что снимем. Ну, конечно, рано или поздно. Не знаю, почему. Рационального в этом мало. Ну, как бы, я не знаю, когда это закончится там или что-то, но мне кажется, что мы снимем. Я прям чувствую, что вы сами ждете. А что? А что люди не ждут? Ну, некоторым надоедают вот эти долгоиграющие проекты, когда уже вот Будько и Будько, Будько и Будько. Это не тот вариант. Да, ну, вот просто как проходили съемки. Как-то все по-другому. Здесь не было заводского такого, знаете, когда сериал выходит, да, в этот. Я помню эти бедные молодые головы, которые здоровье столько положили на сериалах, на этих, на больших, когда это завод, это завод. Надо было решать, уходить из театра там или еще что-то, семьи бросать. Ну, как-то надо было что-то решать. Ставить на весы сериал, который снимается и не может остановиться. Либо что-то еще другое. А у нас вот так такого не было. Мы просто тут порыбачить собрались. А вот нельзя ли ваш этот первобытный промысел перенести куда-нибудь подальше вот эту вашу пирогу? Сдвиньте, вот туда по течению, километров за 300, туда.